МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Парковка не по праву. Кто в действительности пользуется стоянками для инвалидов? Много-много снега. Почему Петропавловск не справляется с зимними циклонами? От края до края. Полярная экспедиция морок на Камчатке. Как это было? Для кого-то автомобиль – это роскошь. Для кого-то – средство передвижения. Возможности заработать, круто выглядеть или многое успевать. А у Татьяны машина – это в первую очередь возможность для ее ребенка не оставаться в четырех стенах. Начнем с того, что у меня ребеночек, который не ходит. Не люблю это слово «инвалид». Скорее всего, это просто человек, которому больше внимания требуется. Но так как ребенок, любые дети любят в кино ходить, любят мультики, любят фильмы. Пытались мы как-то сходить в кино. Так скажем, самое доступное – это пирамида. На верхнюю стоянку подъехать практически нереально. Мы один раз приехали, покрутились, мест не было. И пришлось ребенка разочаровать и уехать. В день нашей встречи Татьяна не взяла с собой Сережу. И не только потому, что лишний раз носить на руках 12-летнего человечка – это почти неподъемная проблема. У Татьяны есть принцип – не вмешивать детей в проблемы взрослых. Пусть даже эти проблемы касаются ее сына. И возникают они не только от случая в случаю, а даже в самых обычных для большинства людей бытовых ситуациях. Когда я с ним еду откуда-то, надо зайти в магазин по-быстренькому что-то купить. Не нести его сначала домой выгружать, потом опять садиться в машину и ехать в магазин. Мы подъезжаем, и не раз такое было. Места все рядом с входом заняты. Нам приходится ставить машину где-то подальше. И я бегом-бегом-бегу, что-то покупаю, бегом-бегом-бегом возвращаюсь. В том, насколько реальна проблема, легко убедиться. Достаточно подъехать в вечерние часы или в выходной день, например, к торговому центру. Свободных мест у входа в здание, скорее всего, не будет. Сейчас, пока еще не наступил час пика, эти места абсолютно свободны. Но за то время, пока мы снимали, ни один водитель подъехал сюда, попытался припарковаться, но, увидев видеокамеру, спешно уезжал. У некоторых водителей мы даже пытались выяснить, почему же все-таки они припарковались на местах, явно для них не предназначенных. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы видели, под каким знаком вы стоите? Видел. Видели? А почему вы сюда встали? Я ожидаю. Кого вы ждете? Клиент. Кого? Клиентом. Клиентом? А ваш клиент инвалид? Нет. А почему вы тогда стали под этим знаком? Вы знаете, для кого эти места? Да. Но все-таки почему вы устали? Потому что встал здесь, потому что здесь было свободное место. То есть вот так, не стесняясь особо и даже не торопясь сразу уехать после этого разговора. Каким знаком вы стали? Здесь есть, здесь нет. А что это за знак? А, простите, вы просто не заметили табличку? Из-за машины не видно, да? Но это скорее исключение. Чаще всего водители просто не обращают внимания на знак и табличку «парковка для инвалидов». И, как выяснилось, прозреть не помогают ни подозрительная суета журналистов на парковке, ни патрульная машина, а инспекторы, которые, не скрываясь, стоят рядом. За данное нарушение водителю грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. И на данный момент уже более 200 человек привлечены к ответственности за это нарушение. Известие о необходимости заплатить штраф никого из водителей не радовало. Даже при том, что инспекторы выписывали минимальный размер – 3 тысячи. А иногда, несмотря на явную вину водителя, следовало открытое недовольство и даже агрессия с его стороны. Кто-то оправдывался, что встал буквально на 5 минуток. Кто-то говорил, что у него в машине ребенок с травмой. Но суть в том, что знак и табличка четко прописывают, кому разрешено парковать здесь машины. Табличка «инвалид» означает, что действие знака «парковка» распространяется на мотоколяске и транспортное средство. Водитель, которого является инвалидом первой или второй группы, либо перевозит инвалида такой группы, либо детей инвалидов. Получается, что у водителя при себе должны быть документы, подтверждающие инвалидность его собственную, либо пассажира. Попросить их предъявить может только сотрудник ГИБДД. А может ли попросить работник парковки освободить место для инвалидов у того человека, который встал туда с нарушением правил? Попросить, конечно, может. Он не может привлечь к ответственности. Но в любом случае, если этот работник вызовет сотрудника госавтоинспекции, сотрудники госавтоинспекции будут работать по данному факту и могут привлечь к ответственности нарушителей. А вот что касается наклейки на автомобиле, то это мера рекомендательная. По закону человек с инвалидностью не обязан ее наклеивать. И ехать он может, например, в качестве пассажира на такси или в машине знакомых. Так что теоретически, если на парковке для инвалидов стоит автомобиль без специальной наклейки, это еще не значит, что стоит он там с нарушением правил. Да и послушаешь знакомых, почитаешь комментарии в соцсетях, даже у случайных водителей спросишь. Все все понимают, соблюдают и осуждают нарушителей. Я просто прекрасно, как бы, ввиду сферы своей деятельности, общаюсь с этими людьми и понимаю, как это бывает сложно, но раз, ну, то есть, далеко идти. И подъезжая к торговому центру или к любому месту, видя этот знак, принципиально я на него не встану. То есть, даже если бы вся парковка занята, а именно эти места будут свободные, я встану там хоть за 100-150 метров, я пройдусь пешком. Знак как бы, я его не заметил сначала. Он высоковато. А потом я врубился, думаю, почему здесь собрались. Потом понял, что 8 метров туда-сюда. Это же для инвалидов места. А вы обычно становитесь? Обычно я никогда не становлюсь, честно. Я стараюсь. Я говорю, в агротеке я сам гоняю за это. Я даже ругаюсь иногда. Однако, что в Петропавловске многие люди все же относятся без уважения к стоянкам для инвалидов, может заметить любой горожанин. Стоит только как мы понаблюдать за такой парковкой у торгового центра или административного здания. Пусть мы не можем во всех случаях судить на глаз. Но чаще всего сразу видно, что преодолеть пару десятков метров для водителя совсем не проблема. А значит, встать под таким знаком его подвигла невнимательность или откровенно наплевательское отношение. А Татьяна тем временем снова будет ждать помощи, пусть от малознакомых, но сильных людей. Или возможности встать поближе к входу. И надеяться, что пандус не будет перекрыт другими автомобилями. И опять ждать помощи, потому что внутри большинства зданий нет условий для передвижения на коляске. Жизнь Татьяны и ее сына остается полосой препятствий. И совсем не в переносном смысле. Камчатку захватила череда циклонов. За две недели выпала более 200% месячной нормы осадков. Большая их часть пришлась на Петропавловск. Город оказался в снежной блокаде. За это время возникло множество нареканий к работе городских чиновников. В ситуацию пришлось вмешаться краевым властям. Возник вопрос об отставке Елены Панченко. В условиях снежных заносов на помощь жителям региона приходят спасатели. Во время пурги сотрудники МЧС разворачивали вдоль основных трасс пункты обогрева. Патрулировали дороги на высокопроходимой технике, вытаскивая застрявших автомобилистов. Доставляли на вездеходах врачей скорой помощи и сами отвозили больных в лечебнице. А на днях к сотрудникам МЧС, а также к военным, обратились власти Петропавловска с просьбой помочь расчистить от снега территории школ и детских садов. Комитет городского хозяйства Петропавловска направил обращения в адрес руководителей госпредприятий и частных компаний, в распоряжении которых есть снегоуборочная техника. Их попросили помочь с расчисткой прилегающих проездов. Также предприниматели призвали разрешить горожанам ставить свои автомобили на территориях стоянок у торговых центров. Хотя, как показывает практика, эти парковки и так всегда открыты, и там уже сложно найти свободное место, так как остальные возможные парковки завалены снегом. В Петропавловске начал работать первый говорящий автобус. Он курсирует по маршруту номер 23 с автостанции 10-го километра до нефтебазы в микрорайон Сероглазка. Автобус оснащен автоинформатором. В прибор, установленный в кабине водителя, загружена карта Петропавловска. Остановки объявляются в соответствии с данными ГЛОНАСС. Скоро в Петропавловск из Перми доставят еще 19 автоинформаторов. Они будут объявлять остановки в автобусах, которые следуют по маршрутам номер 7, 19, 22 и 23. Предполагается, что названия остановок будут озвучены голосами камчатских радиоведущих. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...